Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Российский оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Карамурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал изданию The Insider. По словам Карамурзы, сначала люди в штатском ехали за его машиной на автомобиле с номером U563SA, а когда он пересел на общественный транспорт, они также проследовали за ним, кроме того, как утверждает оппозиционер. Подозрительные лица подсаживались за соседние с ним столики в кафе. В расследовательской группе Bellingcat сообщили, что автомобиль с номером U563SA закреплен зав ФСБ. На одном из фото, опубликованном изданием The Insider, эта машина припаркована возле здания администрации президента России. Ранее группа Bellingcat обнаружила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным, перед его отравлением в прошлом году систематически отслеживают перемещение позиционера Владимира Карамурзы, перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления в 2015 и 2017 годах. Количество совпадающих поездок, 7 направлений и 14 рейсов делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Карамурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ, подчеркнули в Bellingcat. Напомним, в 2015-м Владимиру Карамурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз «острая почечная недостаточность» на фоне интоксикации. Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не подтвердила отравления. В феврале 2017-го оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Он выжил, хотя врачи говорили, что шансы на это не превышали 5%. Сам Карамурза уверен в том, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал, «Это намеренное отравление. Их причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Путина». Карамурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие закона Магнитского в США в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека. На этом я с Вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.